МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оксана Евдокименко, могилёвская художница. Родилась 12 ноября 1984 года. Училась на художественно-графическом факультете Витебского государственного университета. Участница многочисленных республиканских и международных выставок, выставочных проектов и симпозиумов. Член Белорусского союза художников. Начиналось, наверное, с 10 лет, когда я захотела пойти в художественную школу. Причём захотела сама. И я помню ещё, когда меня вели на экзамены в школу. И с тех пор, наверное, всё и началось. А лет в 15 я захотела стать художником по-настоящему. Я помню свою первую работу. И это была композиция. Я не помню, на какую тему. Но это была какая-то фантазия. Вдохновение – это не то, что такой щелчок, раз, и ты начинаешь что-то делать. Говорят, что аппетит приходит во время еды, да. Также и когда ты начинаешь работать, ты, может, тебя заставляешь. Тебе этого очень не хочется делать. Но какое-то проходит время, и оно само потом получается. И идёт очень легко. И, наверное, это называется вдохновение. Чаще всё это получается очень так спонтанно. И я этого даже и не хочу. То есть чем дольше ты работаешь, тем больше в тебе, наверное, открывается какой-то канал связи с каким-то таким пространством идей. И ты черпаешь, это легче. И поэтому непредсказуемо совершенно бывает. То есть я не могу так придумать. Я здесь нарисую птичку, здесь девочку. И это беру, нарисую и разукрашиваю. Ну, мне просто это неинтересно. Творчество для меня – это что-то такое очень непредсказуемое, наверное. В моей живописи главный цвет. И всё начинается просто с какого-то цветового пятна. И когда я вижу, что это гармонично, мне не важно, что я нарисую наверх, грубо говоря. Но женский образ – это, наверное, ближе, потому что можно его сделать цветным, ярким. А мужчина – это всё-таки такое лаконичное, я считаю, чёрно-белое что-нибудь. Поэтому больше женских образов. В данный момент, наверное, какие-то светлые оттенки. По-разному, в разные периоды мне было, что нравилось очень красный, или чёрный, или розовый. А так, чтобы любимый цвет, наверное, нет. Могу сказать, нелюбимый какой-нибудь. Там, может, травяной, зелёный. Вообще, я себя очень раньше много рисовала, своих автопортретов, когда ещё не училась даже в Витебске. На протяжении, может, лет десяти я просто сидела и рисовала себя в зеркало. И это был такой способ, наверное, изучения, может, натуры и себя. А по поводу этой фразы, мне кажется, каждый художник рисует себя в любых картинах, независимо от того, будет это автопортрет или нет. И ты свою душу, наверное, обнажаешь, показываешь, может быть, этого не хотя. Рисунок – это точная наука. Уметь рисовать, строить основы рисунка. Этому можно научить даже обезьяну. А дальше… Это просто человек будет хорошо рисовать, например, кубик. Он будет рисовать правильно. Но искусство – это ведь неправильность, это скучно. А что-то большее, это, наверное, уже зависит от самого человека, от того, от его какой-то расположенности, от, наверное, от одного процента таланта, как вы говорите, или от даренности. Но если этого одного процента нету, то это будет просто ремесленник. Это мой взгляд. Он будет отлично все делать, правильно и красиво. Но чего-то такого, что будет, наверное, цеплять, этого не будет. И это будет просто все так идеально, но скучно. Да, это понятно. Это, грубо говоря, расписанная какая-нибудь стенка дома красиво. Она, во-первых, украшает, и всем это понятно, и все ходят и радуются. В детстве все художники, дети лет в 10, в 9, все они, хотя у них горит огонь внутри, наверное, какая-то одаренность есть у всех детей. И я сама преподавала 2 года, и в 10 лет дети художники, но потом этот возраст проходит плавно, так ему лет 12-13, и все уже другие интересы. То есть, наверное, чтобы в дальнейшем ребенок рисовал, то нужно его как-то поддержать и направить. И при этом он сам еще должен очень сильно этого хотеть. И какая-то удача, и все это вместе, и тогда он будет художником. Ну, может быть, художник замечает больше, чем замечают другие люди, хотя и художник может это как-то по-особому переживать и это все показать. То есть, искусство и творчество, живопись – это, наверное, один из способов передачи какой-то информации, которая в тебе, и ты не можешь не показать ее другим. Это диалог, наверное, художника с картиной, художника со зрителем, зрителя с картиной, и так можно продолжить до бесконечности. Мне нравились, например, какие-то картины и художники, мне нравился очень Гюстав Климт. Его работы такие декоративные, там тоже женские образы, а из русских, может быть, Врубель. Ну, так, чтобы кумир, такого, наверное, нету, просто что-то ближе к тебе, и тебе это нравится. Это просто стереотипы, наверное. Художник не должен был быть голодным, художник должен себя уметь обеспечивать, и… То есть, заниматься творчеством – это тоже большая роскошь. Ведь я не говорю, например, там, сколько стоят холсты, подрамники, помещения. То есть, если ты зарабатываешь себе, чтобы все это купить и себе позволить, то это хорошо. А если ты будешь голодным, то есть, ты будешь где-то работать и по вечерам рисовать, это уже не художник. Я считаю, просто художник – это такая же профессиональная деятельность, как и остальная, как и другие. Художник не выбирает. Вот я буду рисовать в манере реализма или импрессионизма, то есть, он не выбирает себе стиль. А у меня сочетание, наверное, абстракции и фигуратива. Я могу делать какие-то абстрактные вещи просто по цвету, могу и портрет рисовать. Но то, что я делаю сочетание какого-то такого микс – это все-таки… Это не то, чтобы сейчас модно, но это понятно, потому что просто абстракцию могут делать везде, во всем мире. Нужно делать то, что у тебя внутри, доставать что-то такое хорошее и показывать это, да. Ну, хотя свое место в искусстве тоже нужно завоевать. Это не так легко. Но если ты будешь ненастоящим, наверное, то это никто не заметит. Искусство – это для меня, это просто мой образ жизни, я этим живу, и я делаю все так по-настоящему, наверное, и получается какой-то результат. Для меня это просто и способ жизни, и способ заработка, и способ просто и для души. То есть я, наверное, считаю себя счастливым человеком, потому что я делаю то, что я хочу, и при этом я работаю. Ну, вообще, для художника мастерская – это, наверное, больше, чем дом в какой-то степени. Это твое место, это место, где ты здесь один работаешь. И это… То есть сюда можно просто прийти и спрятаться от всех. Любая работа, она нелегко дается, картина какая-то новая. Кажется, что, на первый взгляд, что это легко, а на самом деле там большой труд. И, ну, конечно, очень сложно для меня, например, с какой-то идеей, да, реализацией идей. И лучше этого не показывать другим, и пусть лучше думают, что все везут красивую картинку и думают, как это все легко. Художник никому ничего не хочет сказать. Он хочет, прежде всего, сделать так, как он хочет. О зрителях, ну, это лично я, это мое мнение, он думает только в самую последнюю очередь. Он не думает, как это будут воспринимать. Просто он хочет сделать максимально, как ему это удастся. Я люблю максимально сделать, то есть максимально ее, чтобы она выглядела законченной работой. То есть когда я чувствую, что уже больше здесь я не поставлю ни точки, то все, эта работа готова. И я никогда не возвращаюсь к своим работам. То есть сделано и все. Для меня уже пропадает интерес. Признание – это такое громкое слово. Признание, что меня через 200 лет будут где-нибудь учить по истории искусств. Наверное, нет. Я думаю о том, что я просто живу сейчас, а что будет потом, когда я умру, мне все равно. Наверное, признание – это когда ты востребован в плане того, что тебя покупают работой, ты участвуешь в выставках, ты живешь какой-то художественной жизнью. Наверное, это часть признания. Вот и все. Я езжу на международные всякие симпозиумы, потому что это какая-то арт-тусовка. И это просто люди, которых ты уже знаешь, тебя они постоянно зовут. Это причем люди из разных стран. Где-нибудь собираются в одном месте, живут 10 дней, вместе рисуют, общаются, потом разъезжаются. И вот это мне нравится, потому что это вносит какое-то движение. Выходишь из какого-то такого рутинного состояния и что-то новое начинаешь делать. Это обогащает тебя. То есть это расширяет твое сознание, может быть. Но художникам нужно где-то бывать и ездить. Свобода в творчестве – это когда художник может воспринимать что-то новое, а не только зацикливаться на том, что он делает. Потому что мы все время меняемся, и все вокруг меняется, и поэтому нужно стараться изменять то, что ты делаешь. И если ты делаешь что-то новое, это очень хорошо. Наверное, вот эта свобода. Счастье – это, оно состоит, наверное, из каких-то составляющих. И нельзя думать, что вот творчество, только творчество – это счастье, только семья – это счастье. Я хочу, чтобы у меня было, например, все гармонично и все, то есть совмещать можно и семью, и творчество. Но для меня, наверное, важно творчество очень, поэтому я и художник. Я – это человек, который стремится просто жить и не мешать жить другим, никого не обижать и делать то, что я хочу, и делать работы, которые будут радовать других. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok